Уважаемые жители, часто приходится сталкиваться с двумя категориями граждан. Первая категория граждан – это те, кто считает, что все бессмысленно. Протесты бессмысленны, выборы бессмысленны, бороться за свои трудовые и политические права бессмысленны. Для такой категории граждан хочется задать вопрос – зачем тогда вы живете, если у вас все бессмысленно? Вторая категория граждан – это те, кто заявляет – нам неинтересна политика, мы живем вне политики, для нас это не важно. Для такого категории граждан хочется сказать, зайдите в магазин, посмотрите, какие квитанции вы получаете и как растут цены. Это все результат той политики, которой вы не интересуетесь. Если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политики не интересуются вами. Уважаемые жители, бороться за свои права надо, и все это носит не бессмысленный характер. Как результат мы видим итоги 2018 года, когда нас обманули и украли у нас выборы губернатора. Но даже здесь мы одержали небольшую победу, когда власти были вынуждены направить огромные средства для того, чтобы потушить протесты. Так, бюджет города Владивостока на протяжении 8 лет фактически не рос и составлял от 10 до 14 миллиардов. А в 2019 году он вырос до 24 миллиардов. Вы думаете, это просто так? Нет. Власти пытаются сохранить свои места и всеми силами затушить протесты, направляя финансовые средства на это. Уважаемые жители, бороться за свои права надо. Надо оставить свои как политические, так и трудовые права. Присоединяйтесь к борьбе вместе с коммунистами. Оставивайте свои права.